привет youtube привет опять вопрос о маленьких ковырял очках вот тут я занимаюсь этим капотом побитым вот и чтобы удобнее было лазить по паукам сделал с таким отступом чтобы удобнее было заходить и ковыряться вот так же но и здесь если бы он был прямой так вот нашел я не знаю где эту железячку вот и решил сочинить крючок она в принципе гнется вот ну таким образом на скручивание думаю работать будет немножко я тут ее точил точил и решил кончик чуть кольнуть нагрел судил вот но сейчас скажу размеры исходные размеры были у нее ширина 4 миллиметра вот здесь это толщина два с половиной но здесь окончания я уменьшил сточил до 125 чтобы она заходила как бы через шовную мастику там где-то вот проталкиваться прошириваться где-то залезать вот чтоб потоньше было ну не знаю сейчас будем пробовать испытывать вот такая вот ковырялочка получилось еще раз повторюсь не знаю чего может там с какого-нибудь с какой-то поделки с какой даже без понятия это могло быть все что угодно бытовое вот есть у меня еще тут вот но опять же все это как бы не очень столистая вот все это не ржавейка находилась либо там либо там но вы она мягковатая а вот это более-менее так вот столистая поэтому я очень решил такой вот крючочек сказать что экстра класс конечно он тут гнется вот на скручивание работает неплохо а вот в остальном во всем но всяком случае худо-бедно залазит проникает куда надо вот и как мы можем это видеть он ковырять им довольно таки успешно успешно можно я извиняюсь если плохо видно вот опять же под усилитель он заходит и опять же вот мы видим и работает надо немножко конечно к нему привыкнуть а так вот я сейчас вот одно из неудобных доселе мест довольно таки быстро и эффективно поднял вот оно это место здесь был такой провальчик точно так же как и вот есть тоже такой провальчик плохо их видно крючок элементарно добирается до всех мест я к сожалению не могу объяснять и показать вот на мой взгляд скажем так несколько хлиптоват вот вполне возможно что если его взять уменьшить по допустим вот этот загиб сделать здесь и опять же укоротить его естественно тем добиться более высокой жесткости вполне возможно что он начнет работать более так сказать жестко вот и в руках его пожестче будет держать ну что так что жду так сказать комментариев но умных они глупых типа нафиг ты это снимаешь и там еще что-то в таком роде что это фигня купи фирменные крючки и вот-вот в таком в негативном плане вот можете не писать сразу скажу буду банить вот а людей которые как бы хотят делать инструмент своими руками его работать и опять же умные и полезные какие-то комменты я только буду приветствовать ну вот и все пока что вот этот крючочек примерно свою форму и размер получил вот такой значит 4 2 здесь вот где-то 12-15 ну и тут вот такая вот ковырялка получилось привет youtube привет опять вопрос о маленьких ковырял очках вот тут я занимаюсь этим капотом побитым вот и чтобы удобнее было лазить по паукам сделал с таким отступом чтобы удобнее было заходить и ковыряться вот так же но и здесь если бы он был прямой так вот нашел я не знаю где эту железячку вот решил сочинить крючок она в принципе гнется вот ну таким образом на скручивание думаю работать будет немножко я тут ее точил точил и решил кончик чуть кольнуть нагрел осудил вот ну сейчас скажу размеры исходные размеры были у нее ширина 4 миллиметра вот здесь это толщина два с половиной но здесь окончание я уменьшил сточил до 125 вот чтобы она заходила как бы через шовную мастику там где-то вот проталкиваться прошириваться где-то залезать вот чтоб потоньше было ну не знаю сейчас будем пробовать испытывать вот такая вот ковырял очка получилось еще раз повторюсь не знаю чего может там с какого-нибудь с какой-то поделки с какой даже без понятия это мало быть все что угодно бытовое вот есть у меня еще тут вот но опять же все это как бы не очень сталистая вот все это нержавейка находилась либо там либо там но увы она мягковатая а вот это более-менее так вот столистая поэтому я решил такой вот крючочек не могу сказать что экстра класс конечно он тут гнется мнется вот на скручивание работает неплохо а вот в остальном во всем но во всяком случае худо-бедно залазит проникает куда надо вот и как мы можем это видеть он ковырять им довольно таки успешно можно я извиняюсь если плохо видно вот опять же под усилитель он заходит и опять же мы видим работает надо немножко конечно к нему привыкнуть а так вот я сейчас вот одно из неудобных доселе мест довольно таки быстро и эффективно поднял вот оно это место здесь был такой провальчик точно так же как и вот есть тоже такой провальчик плохо их видно крючок элементарно добирается до всех мест я к сожалению не могу объяснять и показать вот но мой взгляд скажем так несколько хлипковат вот вполне возможно что если его взять уменьшить по длине допустим вот этот загиб сделать здесь и опять же укоротить его естественно тем добиться более высокой жесткости вполне возможно что он начнет работать более так сказать жестко вот и в руках его пожестче будет держать ну что так что жду так сказать комментариев но умных они глупых типа нафиг ты это снимаешь и там еще что-то в таком роде что это фигня купи фирменные крючки и вот вот в таком в негативном плане вот можете не писать сразу скажу буду банить вот а людей которые как бы хотят делать инструмент своими руками его работать и опять же умные и полезные какие-то комменты я только буду приветствовать ну вот и все пока что вот этот крючочек примерно свою форму и размер получил вот такой значит 4 2 здесь вот где-то 12 15 ну и тут вот такая вот ковырялка получилась вот так вот